здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях члена союза писателей россии елена эдуардовна лосева здравствуйте ну приятно вас видеть в студии приятно что вы пришли с книгами я знаю что книги есть уже давно вышедшие есть книга совершенно свеженькая вот вы 16 лет в союзе писак как попали ой совершенно по наитию до 40 лет я писала в стол и вообще не думала о том что я поэт ли я и вообще кто я такая я была мамой растил троих детей занималась семейными делами и просто все это складывала и потом как то вот когда уже младшей дочери уже уже сравнялась 7 лет она пошла в школу и чуть раньше я поняла что пора вынимать и не то что пора вынимать я просто когда подрастал каждый предыдущий ребенок я заводил следующего я поняла что мне уже 40 с небольшим и больше они не уже не смогу воспитывать детей на куски эти детей трое трое детей а то много детей по тем временам и ты еще больше потому что в наше время у нас было в школе только две семейные пары у которых было трое детей то есть моя семья и семья счет стихотворение было первым это было стихотворение ли это было проза что вы живем да вот что вы написали я имею будут вы говорите в стол первую часть своей жизни то есть школьную младшей школы я вообще не писала даже и в стол то есть я считала что стихи это такая игра играл я это игрой с самого детства и сириф мало рифма мало мало и сочиняла пела ходила под окнами у соседей еще чуть ли не в шестилетнем возрасте однажды никого не было вот из ваших родственников кто может быть занимался чем литературой меня бабушка была библиотекарь вообще такая дворянско-разначинская семья быть очень интеллигентная должен туда пошли в нее я очень надеюсь на поделок но вот вы или рифма мала и вот однажды значит нам задали во втором классе загадку я недолго думаю уроков было много и я первые две строчки взяла из какой-то детской книжки которых у меня у нас было в доме множество авторы 2 как бы присочинила кто там самого утра все кричит что спать так пора кто такой скажите это у загадки два ответа пришла с этой загадкой в школу и когда меня вызвали к доске и рассказала и тут вот меня в стороне поэзии по и посетил первое открытие учительница удивлен так на меня посмотрела очки спустив и говорит кто тебе помогал а я была очень удивлена она была удивлена а я была удивлена тем что она удивлена сказала что помогал я думал там такая была перепелочка нарисована и думала что она об этом кто мне помогал рисовать ангет кто типа могла рифмовать я пешил и сказала что рифмовать надо помогать это разве трудно и услышал такой гул у себя за спиной класса который мне не поверил и решили что я обманываю кто другого всему прочему еще и хвастаюсь ну я значит сказал литя и перепелка на эту загадку ответ взяла свою пятерку и пошла на свою порту и вот начала размышлять о том что вообще-то как бы не лучше ли мне это все поскрывать от окружающей среды такой небольшой удар по это был большой удар потому что для меня это было очень удивительно я думала что стихи сочиняет каждый потому что у меня по повернулась свободное время было брала бумажку и садился писала могла просто их пропеть и забыть вот узнали мы вашу историю первую такую сложную но так как вы принесли с собой сборники я вижу что вас там много-много закладок давайте мы может быть для наших телезрителей прочтем что-нибудь чтобы окунуться в мир вашего уже творчества и вот сейчас будет возможность у наших зрителей понять говоря о вашей истории насколько вы потом эту жизнь как это рифмы строки строчки сумели воплотить давайте послушаем что это будет за произведение это будет как называется и небо говорит со мной небо говорит со мной до истории этого сборника потом сейчас прочесть давайте да потом можно историю до в последний вагон января на поезд по имени вечность поспешно запрыгнула я скорее вези меня в жизнь с тех пор замелькали года немыслимо их быстротечность и кружит старушка земля мой поезд что только держись летят за окном времена мерцают огни юбилеев все чаще меня избегут зима осень лето весна куда же ты мчишься куда мой поезд быстрее быстрее постой дай опомниться мне позволь отдохну окна и вижу клубящийся снег пустынный причал полустанка тоскует в метельном дыму луны приглушенный фонарь так вот где родятся стихи минута покоя стоянка и снова в кипящую мглу свисток проезжаем январь я родилась 30 января поэтому так это его не надо не вагон января что еще что-то вот они про сборник до 1 свой сборник я сдала когда мне 2006 году было уже под 40 соответственно значит а второй это вот первый это вот первый покажи дать пока нет летит звезда кстати иллюстрации здесь делали сергей шмарков безызвестный краской и в любит а вы сами кстати из краскова куда именно родились здесь или когда абориген я родилась краской определенный период маму передали квартиру мы переехали в там или она опять же недалеко и я очень тосковал по краску я очень люблю краску и всю жизнь мечтал в него вернуться и потом молодой человек мне который сделал предложение оказался он красковчане 13 лет я прожила стамилина и все оставшуюся в эмиграции в тамилина я приезжала выходила под окнами я очень тосковал по своему детству которое было замечательным и солнечным о чем я расскажу в последней книге хорошо это мы во второй части но вернемся не поговорить со мной между книгами получилось приличное количество пропис первая была такая вот издана когда вы уже стали членом все записать или да ну вот я издала эту книгу и вот вступила с этой книгой союз писателей а потом ну первую книгу всегда написать проще потому что пишешь много лет и потом выбираешь лучшие и из этого выбираешь еще более избранную да самое замечательное а когда уже пришла пора как бы как я поняла что мне пора издавать вторую я очень боялась провалить эту планку провалить саму себя и очень долго не решался потом выяснилось как-то как всегда что дети у меня подросли а младшая дочь у меня поступила в свое время на издательский факультет а старшая дочь свой издатель может когда-то потом сформировался со временем а старшая дочь у меня фотограф прямо все все для и я решила что я сделаю эту книгу так что в этой книге под одной обложечкой будут собраны мои дети и поэтому я ждала 10 лет вот они мои красавицы давайте зафиксируем эту историю моя младшая дочь и старшая дочь то есть эта книга дипломная работа моей младшей дочери фото работали моей старшей здесь все вы так сказать вы издали семейный сбор я 10 лет честно ждала но я была очень удовлетворена и я так понимаю что семья для вас очень такой важный элемент вашей жизни наша все да то есть и творчество ваше это может по большому счету сказать от семьи пошло то что копилось вы говорили копилось копилось как гадали все же это за это было в детстве естественно моей бабушкой потому что это было сверх интеллигентный человек работавший в библиотеке иностранных языков знавших четыре языка дворянской семьи и книги для нас были образом жизни мы жили между книгами мы ходили между ними бродили нас была маленькая квартира но все было уставлено книгами даже не квартира кусочек дома частного и это была наша атмосфера с сестрой и вот так мы выросли и по-другому уже жить не умели и для того чтобы дальше жить нам необходимо было не просто читать а именно вы раз самовыражать то что прочел всю жизнь во мне боролась два начала литература и биология и вот молодости к сожалению или к счастью не знаю так судьба распорядилась чтобы биология победила на время ну как сказать образование то у меня я имею ввиду на время с точки зрения вашего вот подходы да то есть это работа образование филологического я не получила получила образование цветовода декоратор озеленителя дизайнера тоже такая творче занималась ли ну да дизайнер во мне тоже всегда очень вскипал и в общем поэтому как литератор я любитель чистой воды любитель я только вот то что на что такое тогда профессиональный литератор на ваш взгляд ну профессиональный литератор это тот в ком тома теории причем насколько я успела понять вот за свой уже опыт союз писателей образованию это как бы таланту точно не прибавляет а возможности ну да и списаться можно конечно да то есть на технике на технике это ремесло высокого-высокого полета а я какого полета я не знаю сейчас вот судить зрителям вот давайте мы сейчас вернемся к первому сборнику нам интересно же тоже что-нибудь из него прочего потому что так это же тогда можно сказать начинающий автор для тех кто первый раз это до что будет за стихотворение ну поскольку книга где цветет звезда называется вот где цветет звезда я и прочтут наверное ну или у меня стихи очень короткие потому что меня жизнь очень быстро и я не успеваю сидеть на поэму нет вы так задумавшись но может быть только сейчас начинаю успевать поэтому стихи у меня всегда мало строчные сказать так так я хочу туда где цветет звезда где в камнях ручей божий и ничей где никто не шел под лесным плащом выдели любовь живет соловей поют не слышны шумы не страшны дым и колокольчик 7 ждет в траве один да еще звезда я так хочу марков нарисовал да я вот хотел еще спросить перед тем как мы скоро уйдем на перерыв а вот но вопрос который наверняка задают любому литератору автору писателю поэту режиссеру а откуда берется то это это ощущение эта атмосфера это вдруг у вас начинает печатная машинка в голове работать как там это вообще по-разному но это состояние когда струна натягивается ощущение она вот здесь вот лично у меня это мои личные вот здесь вот возникает и хочется что-то не то вдохнуть не то выдохнуть и вот уже ощущение что хочется писать а что еще то есть и и походишь и прислушиваешься вдруг раз первая строчка дынь вот этот сборник делал владимир николаевич попов как редактор и такой был поэт если может быть вы знаете тамелинский писатель и он выбирал стихи по первой строчке и он говорил так вот если у поэта настоящий то берешь оглавление она читаете нам оглавление и читаешь если ты поэт то у тебя будет все слышно проза зимнего сна в одиночестве прекрасном дерева облетели цветы призовяли рябиновая ряд был воздух вкуса терпкого вина темень лохматая не такая как все ну и так далее жду войдет ли солнце в козерог то есть вот по первой строчке по разу определите есть ли в человеке а вы называете стихотворение по первой строчке или есть просто название как правило по первой строчке потому что просто название потом не могу вспомнить о чем это архиве лазер ну давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв и напомню что у нас в гостях сегодня членство записателей россии елена эдуардовна лосева поэтесса которая уже прочитала два стихотворения мы еще познакомимся два сборника я вижу нее тоже собой и финале мы поговорим о новом сборнике так что дождитесь продолжение напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас в гостях напомню членство записателей россии елена эдуардовна лосева и так первый сборник вам помогали его выпустить и после первого сборника у людей бывает так либо остановка выпустил но и и хорошо либо продолжение вот как у вас продолжение появилось продолжение потому что то что было накоплено предыдущие 40 лет я же не могла поместить такой маленький сборник хватило бы нарезать меня и сейчас еще там хватит на три сборника а тем более в то время и было ощущение того что надо сама выразиться дальше дальше но вот я же говорю я ждала когда подрастут мои дети потому что для меня дети всегда был первично и я хотел сделать семейный а как кстати дети а то есть это понятно что они тоже творческие вы читаете как-то стихи на семейных праздниках на новый год там на рождество как-то мы уже сейчас таким огромным количеством не собираемся очень большая семья если брать всю семью у нас 22 что такое собственная птс а в доме я когда конечно я читал раньше я боялась проговаривать даже свои стихи до того как вот я пошла в союз ваши поступила а потом и стихи читал папа всегда он говорил я ничего написала вообще папа был мой души приказчик вот эта книга посвящена ему вот моему отцу человеку без любви и поддержки которого никогда не могла бы состояться он занимался моими стихами описал ему отдавал писал отдавал он сортировал вот а папа у вас кто по специальности инженер-электрик но тем не менее сорта есть инженер физик лирик да как говорят таких случаях абсолютно то же самое хорошо вы мама семья и я так понимаю что наверняка есть стихотворения которые ну каким-то образом посвящены серии 7 до теме материнства и семейственности что-нибудь прочтем из этого это сборника это второй получается возьмет еще дает 2 здесь я включил и него стараюсь сюда давайте как чтобы за стихотворение может быть несколько по чуть-чуть давайте сама тема материнства натянута до звона тетива к полету изготовлена стрела я нынче оболочка бытия чуть тоньше стрекозиного крыла я сомкнутая чашечка цветка чьи лепестки прозрачно голубы на снежном поле первая строка далекой неизведанный судьбы вот она счастье сопящая рядом промысел божий и божья награда в синих глазенках плещется небо где ты была когда тебя не было ты моя младшая дочь исполнение старший так сейчас я как бы небольшой циклик ползунки до пеленки я от мира в сторонке целый день хороводом бьются стайки забот ползунки до пеленки мои чудо девчонки две курносов сестренки день за днем круглый год я пеленки стирала руками находя в этом смысл и отраду и негромкое женское счастье среди хлопьев серебряной пены и казалось той радужной стирки до скончания веков не осилить о горе разноцветных пеленок никогда окончания не будет но однажды вдруг выросли дети и пеленоком стало не надо и стою в изумлении великом на пороге распахнутой ванной опустел остывающий тазик и никчемны пустые веревки а без стирки я жить разучилась мне быстро старшие дети помогли и уже через шесть лет у меня родился первый внук сейчас у меня их трое внуков старшему 18 лет уже будет скоро на днях понятно то есть у вас уже кстати никто из ваших членов семьи имею ввиду дети вот внуки не пытается писать младшая дочь пишет такой который редактор и издатели же факультет журналистики закончила идет к маме говорит но она сама присылает да мы уже порознь живем все у всех своей семьи да я иногда даже что-то правлю иногда она мне что-то правит она мне как правило ошибки и как правило стилистически скажите вот понятно что для вас это какая-то ну даже не могу сказать что отдушина не отдушина потому что я так понимаю вы сами сказали что ребенок вырастили следующий появлялся откуда стихи вот вы для себя как это называть почему вам снизошло что это такая миссия какая-то ведь можно было ну порифмовала в детстве да и закончилось это кто не писал где-то в молодости ты стихов да кто-то почти каждый пытался что-то а вот у вас это превратилось в цель необходимость если бы я не писала у меня было столько в жизни испытаний с детьми и вообще всевозможных если бы я не писал я не знаю как бы я бы а то есть это ваш спасательный круг это если бывают такие у женщин особенно бывают страдания трагедии какие-то любовные что-то какие-то которые если не напишешь то просто не выживешь тебя разорвет на куски и если бы я вот в такие ситуации в этот момент не писала я не знаю чтобы со мной был это единственный способ который мне дал возможность оставаться на плаву всегда улыбаться держать спинку да и поступить все это вода стать членом союзописателей как вот вы рискнули как это происходило вам кто-то посоветовал что нужно было для того чтобы стать членом союзописателей я начала издаваться в сборнике православном был такой альманах 21 века очень слова и поскольку я 20 лет шла упорно по пути православие четко абсолютно вот прям четко и я посылал туда свои стихи у меня их принято послал первый раз приняли потом еще раз приняли я начала участвовать в этом сборнике в результате меня даже приняли в эту академию я стал академиком этим православной академии отче слова 21 век и вот там мне сказали что мы у тебя рекомендуем и губи ребят не надо я не для этого пишу души сидела комиссия много я даже не начать 8 мужчин и одна женщина в комиссии она сказал так что своей комиссии вы понимаете что такое трое детей и последнему четыре там пять шесть лет там каком городу и смотря все происходило если ее не принять то того кого принять вы сидите целый день и думаете что он написать а человек между пеленками распашонками плитой вы посмотрите единогласно приняли я ничего для этого не делал абсолютно у нас еще есть два сборника давайте посмотрим что там есть вот следующее лунная лирика здравствуй называется здравствуй это любовная лирика которую я собрала ну как бы вы знаете я еще ее издала и под псевдонимом потому что как бы это же мой внутренний человек и как бы фамилию может тут ну я вот так решила это фамилия моего клана моего дома моей моей дворянской ветки и здесь вся любовный ли не вся конечно то есть все что в ней это любовный давайте прочтем что нибудь из этой лирики поскольку я поэт фенолог то есть я люблю очень природу то я всегда любовную лирику маскирую под природу у старого клёна пунцовые листья усталая крона шершавая кожа и лишь на макушке полощется лисье веселая ветка на флюгер похоже под пламенным древом стою удивляюсь кто смог опоить его огненным соком и в душу вливается тихая зависть к тому чья судьба ясный свет милых окон давайте еще чуть-чуть давайте любовной лирикой трудно останавливаться тем более в наше время то хочется какой-то лирики вот ты ушел а мне остался свет изумляющий живой до боли не спросив моей свободной воли не узнав хочу я или нет жить весь век в сияющем луче впредь тепла земного не касаясь искры в звездном небе отражаясь светлячком у бога на плече и теперь в душе моей живет луч все проникающего света собственное крошечное лето ты ушел но радость не уйдет ну я так понимаю что весь сборник до посвящен это все полностью вот видите тут как видите здравствуй здравствуй ну вот этот этот сборник я когда-то в свое время давным-давно обещала издать одному человеку который безвременно ушел его пятилетию с одни смерти издала дот давайте мы сейчас перейдем еще к одному сборнику потому что для любого писателя поэта важно конечно когда все это превращая ну организуется в какой-то книги реализуется материализуется я так понимаю что это свежий сборник один из последних да вообще последний то есть он только в сентябре вышел со стопелей мой кораблик но дело в том что материал для этого сборника копился у меня лет 20 здесь собраны так называемые почему так называемые детские стихи потому что все таки это больше вас память стихи воспоминания детстве которые пишут мой внутренний ребенок но дети их тоже с удовольствием слушать ну поскольку я выросла в очень хороших детских книгах среди очень хорошим детских книг я понимала что детская книга это всегда иллюстрации около нас всегда был сутеев чарушин лебедев ну множество детских художников и поэтому стихи копились издавать их не собиралась потому что они очень проигрывают если они иллюстрированы и искала визуализация до визуализации все чтобы я искал иллюстратора я искал человека с которым я совпаду по вибрациям если ваш так вырастет вот и пять лет приблизительно назад мы встретились наташей степановой то есть мы не встретились мы знакомы были очень давно наши дети ходили в детский сад она была воспитателем она мой ребенок не ходил и я увидел ее как художника она же не рисовала раньше я пришла на ее персональную выставку и начала по ней кругами ходить 1 прошла 2 прошла около одной картиной все время останавливалась и на третьем круге я уже позвала игры наташа начала вот эта картина это обложка моей книги она помахал мне махнула поскольку гостей было через два дня раздался звонок входит наталья александровна с картиной вот так вот и будет на или твою девочку на тучка мне нужно вот эти дам стихи ты посмотри может две-три иллюстрации нарисуешь ангет хорошо я попробую у меня про время не совсем нет на и попробую вот и через какое-то время на мне перезвонит и говорит нет елены даром так не годится тут вот 42 стиха и это надо делать 42 иллюстрации я буду писать сколько уже я буду и встретились мы через год но как же виделись ну да по поводу работа жаловались мы через год и она мне выдала вот такую папку ну давайте тогда красиво завершим тогда нашу встречу вот во первых новый сборник во вторых покажите вот как он внутри выглядит просто внутри он выглядит замечательно так вот я наверно буду читать потом крутить или страница не просто можно сейчас показать то есть вы прекрасные рисунки и вариланы рисунки именно исходя из на каждое стихотворение отдельный разворот и отдельный ну давайте прочтем время у нас уже к сожалению поджимает что-нибудь выберем из сборника так давайте вечер в углу давайте однажды скажу вам все честно и прямо меня в дальний угол поставила мама на кухне за дверью я что-то висела поставила мама конечно за дело стою все ушли даже двери закрыли вдруг спать все легли а меня здесь забыли а может веселую книжку читают я им не нужна как мне их не хватает попросишь прощения сказал мне мама стою и мучение терплю я упрямо а может решили что я здесь уснула тащу из-за печки два тепленьких стула ложусь накрываюсь шубейкой своей прощение вас не я просить не умею ну что ж да вот это такое красиво в наш такой сложный период очень приятно что вы пришли к нам в гости и немножечко так позволили немножко отдохнуть расслабиться почувствовать какую-то красоту природы в том числе и краскова я уверен что там она присутствует ко мне каждом стихотворение вот вам удачи вашей серии большой удачи и новых стихотворных произведений и не только это была программа открытый диалог в гости которую была елена эдуардовна лосева член союза писателей россии вел программу николай пивненко до свидания и и и и Редактор субтитров А.Семкин